Мы желаем вам здоровья и поэтому традиционно говорим здравствуйте. А перед тем, как начать эфир, я хотела бы поздравить всех женщин с международным женским днём 8 марта и пожелать, конечно же, сибирского здоровья. Чтобы иметь здоровых детей, не болеть и быть красивыми, нужно придерживаться здорового образа жизни. Это стало уже неким постулатом. Однако в то же время доскональное исполнение правил может привести к моральному и нервному истощению. Многие говорят просто об индустрии правильных продуктов. Здоровый образ жизни. За и против. Об этом мы сегодня и поговорим. Поговорим мы сегодня с нашими гостями. Это Екатерина Запорощенко, эксперт в области питания. Роман Амельченко, семейный врач, специализирующийся на иммунологии. И Алексей Савкин, организатор движения «За здоровый образ жизни» в Донецке. Здравствуйте. И начнём мы с того, что рассмотрим продукты, которые, прежде всего, рекомендуют есть для того, чтобы быть здоровыми, красивыми, иметь здоровых детей. Итак, первый продукт – это у нас вот зелёный лук. Оказывается, не так давно провели исследование и обнаружили, что в зелёном луке содержится уникальное вещество – кверцетин, которое предохраняет от рака. А также в зелёном луке содержится много железа, естественно, которое предохраняет от анемии, то есть недостатка железа в организме. Ещё говорят о том, что перья лука гораздо ценнее, чем луковица сама, и содержат хлорофилл, а также дневную норму витамина С. Вот Екатерина, наверное, дополнит, расскажет нам вот об этом продукте. Насколько он полезен? Да, лук очень полезен в том плане, что все, во-первых, зелёные овощи имеют ещё в себе, содержат магний, также ряд органических кислот, которые способствуют улучшению пищеварения, но, опять же, здесь стоит сделать акцент, что для людей с повышенной кислотностью желудка лук всё-таки стоит ограничивать его потребление. То есть мы говорим и против, что… Да, то есть нельзя как бы однозначно, что лук 100% от всех недуг. То есть в любом случае какие-то ограничения есть. Ну а так, как продукт, он очень полезный, так витамин С, как там содержится, и различные, как говорила же, кислородом снабжается организм за счёт того, что хлорофилл, он синтезирует вообще сам по себе, для него вообще они улучшают поглощение кислорода организмом, что, в свою очередь, ускоряет все обменные процессы. То есть это полезно, но только не стоит есть тем, у кого повышенная кислотность, может быть, язвенником, да? Ну да, да, да. Следующий продукт – это петрушка. Способствует выведению жидкости из организма, содержит литий, который у нас успокаивает нервную систему, как говорят. Скажите, пожалуйста, что ещё? Насколько полезна петрушка? Ну, кстати, очень много витамина С. Тоже много витамина С. Если по витамину С, он, наверное, как бы, петрушка идёт в продуктах-лидерах, находится. Но это, опять же, мочегонные действия петрушки есть вследствие очищения организма, очищает от различных токсинов и загрязнителей окружающей среды. То есть петрушка тоже способствует хорошему самочувствию, и, опять же, чистит наш организм от шлаков, да, от токсинов всего. Ещё один продукт, который вот так же рекомендуют, очищают от шлаков, говорят, это морская капуста содержит соли альгинаты, соли альгиновых кислот, которые якобы не перевариваются, но собирают все токсины, вводят из организма. Также содержит йод, что способствует щитовидной железе развитию и правильному функционированию. Что ещё содержит морская капуста? Она улучшает функцию щитовидной железы, так как содержит в себе йод. Также морская капуста способствует, опять же, это как клетчатка своего рода, очищение организма, в ней ещё содержится растительный белок. Как бы такой необходимый элемент, который должен присутствовать в нашем рационе. Так как он способствует, опять же, ускорению обменных процессов и тоже улучшает работу щитовидной железы. Растительный белок именно. Алексей, скажите, пожалуйста, вот что из этого Вы употребляете, из суперечисленных продуктов? Что Вам нравится, что, может быть, знаете, не очень приемлемо? Если следовать моим предпочтениям, мне больше, наверное, нравится петрушка, потому что она действительно богата на витамин С. Ещё я предпочитаю лук, потому что даже помните, в старые времена, то есть когда была, допустим, война, голод, люди имели только, ну, у них была возможность кушать только лук, и, допустим, они так спасались от цинги, например. А морепродукты, если честно, я просто не сильно люблю, но знаю, что они достаточно полезны и богаты на витамины. Порекомендуете, да? Да, да, да. То есть всё равно. А говорят, что петрушка повышает потенцию, так ли это? Действительно так. Ну, если держится цинк. Цинк, который способствует этому. Роман Васильевич, скажите, пожалуйста, какие из данных продуктов повышают иммунитет? Скажем так, если говорить о продуктах и их влиянии на иммунитет, то важно, прежде всего, не использовать те продукты, которые его уменьшают. То есть всё, что вызывает там брожение в кишечнике, то есть белковые продукты, простые углеводы, сахара, брожение, гниение, то негативно действует на иммунитет. Поэтому любые овощи, фрукты, особенно свойственные нашему региону, то есть если мы говорим о какой-то экзотике, то она меньше свойственна, и люди меньше, хуже с ней справляются. А, то есть всё нужно то, что в нашем регионе растёт. То, что способствует нормальному пищеварению, ЖКТ, потому что половина иммунной системы организма, она расположена вдоль желудочно-кишечного тректора. Ну, вот, к примеру, морская капуста. Организм не приспособлен к ней. Ну, во всяком случае, мы не ели её с детства. Это, как бы, насколько соответствует? С ней особая статья. Весь Донбасс, вся Донецкая, Луганская области, они эндемичны по юдному дефициту. Это означает, что если мы возьмём присутствующих в этой студии абсолютно, будем считать, здоровых людей, молодых достаточно, то у всех практически, ну, 99% найдётся юдный дефицит. А морская капуста – один из продуктов, который его компенсирует достаточно хорошо при условии, правда, регулярного употребления. А не все любят. Не все любят морскую капусту, не все привыкли. Я хочу подтвердить, что практически почти любой продукт можно приготовить так, в составе чего-то там, что он пройдёт практически любому. Даже те, кто не едят капусту, могут её есть в составе каких-то салатов, ну, скажем, более сложных. А вот йододефицит, к чему он ведёт? Пагубные последствия какие? Он ведёт к проблемам с щитовидной железой. Причём сначала это симптомов практически нет, человек не жалуется, ни увеличения, ни там, зоба, ничего нет. Более того, и гормоны, в принципе, близки к норме. Но потом это приводит к аутоиммунному тиреидиту, который практически лечится очень плохо или не лечится. Ну, в общем, не очень успешно. Что это вот заболевание аутоиммунные? Ну, иммунные, да, как бы тема передачи. Это когда иммунитет, вот знаете, как злая собака, которая сначала кусает только воров, которые забрались в дом, но если её долго третировать, она покусает и своих. Так же и с иммунитетом происходит. То есть он сначала реагирует только на чужеродное, потом на похожее на чужеродное, а потом уже набрасывается на своё. И первый орган, который часто бывает поражён собственным иммунитетом, это щитовидка. То есть она воспринимается иммунитетом как чужеродная. Так вот, дефицит йода – один из факторов, который приводит к аутоиммунным заболеваниям и, в частности, к аутоиммунному тиреидиту. Понятно. Значит, вот, оказывается, очень важный для Донецкой области продукт морская капула. Лишь и мотивация. Да, надо будет тогда учесть вам тоже, Алексей. И, наконец, четвёртый продукт – это овсянка. Также полезна, содержится в ней, говорится, содержатся сложные углеводы, долго перевариваются и способствует формированию мышечных тканей. И кальций также способствует укреплению волос, мы знаем, костей, и ногтевой пластины, и клетчатка. Расскажите, пожалуйста, Екатерина, что же ещё полезного в овсянке? Ну да, во-первых, овсянка содержит, как уже говорили, сложные углеводы, то есть это витамины группы В, которые энергетически нас снабжают, нас энергией. Во-вторых, овсянка, для того, чтобы усваивался кальций, её надо варить на молоке. Потому что кальций из овсянки, вообще сама по себе овсянка, она способствует умыванию кальция из организма. А, то есть наоборот, если только молоко. То есть если только на молоке, то есть в молоке содержится витамин Д, который способствует усвоению этого кальция из продуктов. Как бы сам кальций без витамина Д не усваивается. А так как клетчатка, да, овсянка очень полезна, во-первых, людям с гастритом, кто страдает язвенной болезнью или гастритом, она хорошо снимает раздражение со стенок желудка. И также она способствует, как вот, хороший очиститель, как клетчатка. И расскажите, пожалуйста, вот вы уже касались немного о противопоказаниях. Вот, что же нельзя кому категорически употреблять? Вот овсянку, я знаю, целиакии, если болен человек, то нельзя употреблять. И ещё что-то есть из-за этого? Ну, смотрите, во-первых, да, если, например, у человека дисбактериоз, ему нельзя употреблять свежие овощи, то есть зелень в свой рацион, то есть надо переходить на более такой режим щадящий, это кашки, там, чайки, сухарики и так далее и тому подобное. И также морская капуста, если она сделана, в неё добавлен уксус, как в основном добавляют везде, где продают, то, опять же, людям, у которых проблемы с пищеварительной системой, капусту это уже надо осторожно употреблять. То есть лучше покупать в сухом виде, замачивать её, да, и как, ну, то есть другую обработку какую-то потреблять. Может, как в суши, да, вот такого плана? Да, 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 такого плана может быть, да. А есть ли продукты, снижающие иммунитет, вот, снижающие такое, общее состояние организма, ухудшающие? Ну, я уже упоминал, всё, что вызывает там брожение, гневение в кишечнике, то есть избыток белковых продуктов мяса, если оно употребляется без сопровождения овощей, клетчатки, фруктов там, то есть мясо в чистом виде приводит к нарушению микробиоциноза кишечника и снижает иммунитет в целом. Поэтому, в частности, состав иммунопрофилактики в сезон простудных заболеваний обязательно уходит про и пребиотики, улучшающие микробиоциноз. Но на одних, одних, как говорится, гарантировать нормальный микрофлору не получается, поэтому именно те продукты, вот клетчатка, овощи... Это больше всего способствует тому, чтобы не возникало брожение. Алексей, скажите, пожалуйста, расскажите о вашем рационе, и как вы считаете, что должно входить в рацион человека, который придерживается здорового образа жизни? Естественно, главный фактор – это здоровый и такой обильный завтрак. То есть, допустим, лично я посмотрю на овсянку, сразу знакомая вещь, я с утра постоянно употребляю. Это очень хорошо для людей, занимающихся спортом. То есть, помните, это правило – нужно завтракать как король, обедать как слуга и, значит, ужинать как нищий. Да-да-да, китайская еще пословица. До завтра съешь сам, обедом поделись с другом. Конечно же, нужно есть очень много овощей, очень много клетчатки. Это, естественно, для кишечника очень полезно, потому что, как было уже упомянуто, основная часть иммунитета находится в кишечнике. Естественно, нужно кушать 4-5 раз в день маленькими порциями, в маленьких тарелках. Всегда ли получается есть 4-5 раз в день? Не всегда, но я стараюсь следовать этому правилу. Почему в маленьких тарелках? Потому что в маленьких тарелках еды кажется больше. И совет всем, кто ходит в супермаркет, в супермаркет нужно ходить на полный желудок, чтобы не купить чего-нибудь лишнего, например. Правильно ли мыслит Алексей? Конечно, да. Потому что на самом деле питание очень тесно взаимосвязано с нашей нервной системой. И в основном есть такие продукты, которые мы употребляем не потому, что нам их хочется, а потому что у нас какие-то стрессы мы заедаем, какие-то проблемы в жизни. То есть при вас к каким-либо вкусам, сладкое, соленое, кислое, это как бы сказывается… Прямо зависимость, да? В зависимости, да. Это связано очень сильно с психологией человека. И поэтому, когда человек идет на голодный желудок в супермаркет, он себе не отдает отчет в том, что организм его хочет есть, поэтому у него голодная изоляция, он может накопить очень много лишнего и не нужно. Да, и даже можно не съесть это. Потом выйти. Зачем я это покупал? А вот на завтрак можно ли есть тяжелые продукты? Очень многие девушки держатся такой мысли, что придерживаются такого мнения, что можно съесть на завтрак пирожочки жареные и к ужину как раз все и пройдет. Так ли это? Нет, вот вы знаете, смотрите, если наш организм можно представить в виде машины, да, если вот вы утром машина, например, нет, ну, заправлять я ее там, заправлю каким-нибудь обычным бензином, там, во солнечное масло залью и поеду. То есть, в любом случае, организм наш после завтрака у нас в процессе нашего сна регенерируются различные ткани в организме, восстанавливается организм, также происходит дыхание, процессы дыхания, то есть наш организм тратит калории, выходит жидкость лишняя из организма. То есть, когда человек просыпается, ему надо непосредственно, чтобы проснуться, организм созарядить полезными витаминами, минералами, углеводами, опять же, сложными, чтобы энергии почувствовать. Начать с правильного. Начать с правильного, потому что если человек начинает свое утро с неправильного питания, у него, во-первых, очень резко подскакивает уровень сахара в крови, что способствует большому выбросу инсулина в кровь и истощению поджелудочной железы. То есть, это тоже, как бы, в дальнейшем это может получить и сахарный диабет, и, как бы, последствия... То есть, шоколад с утра тоже не нужно, там, много сахара? Нет, лучше с шоколадом можно есть в первой половине дня, но только уже после завтрака, как второй прием пищи. То есть, если мы позавтракали, мы можем через 2,5-3 часа выпить, там, с черным шоколадом или какой-нибудь, там, еще зефир, ну, сладость, которая, может, самая такая безобидная. Или с сухофруктами, да. То есть, лучше всего сладкие вот такие простые углеводы, их должно быть в нашем рационе 10% от общих, и мы должны их кушать лучше в первой половине дня, часов до 11. А у нас есть небольшой материал о том, как правильно лечиться с помощью трав. Давайте посмотрим. Омам и друзьям. Это программа «Здравствуйте» на телеканале «Донбасс». Спасибо, что остаетесь с нами. Мы говорим о здоровом образе жизни, о плюсах и минусах. Вот, расскажите, пожалуйста, Екатерина, многие сейчас практикуют вегетарианство. Хорошо это или плохо? Совершенно отказаться от мяса, иногда и от рыбы тоже. Вообще, как бы, да, теории все эти питания, уже, как бы, их много, вегетарианство и лактовегетарианство. То есть, вообще, каждый человек выбирает то питание, которое ему больше подходит под него. Если человек может обходиться без мяса, то, в принципе, он найдет какие-либо витамины в других продуктах. Но могу сказать другие вещи, что если в нашем рационе не хватает животного белка, то, как бы, это впоследствии потом тоже можем ощущать. А можно ли заменить белком растителем? Вот якобы, если съесть, там, какое-то количество гречневой каши, то заменят мясо? Нет, нельзя, потому что вообще, как бы, что, зачем мы едим белок? У каждого человека есть ряд аминокислот, из которых строятся все наши клетки, гормоны, так далее, ферменты и тому подобное. И каждый человек должен получать каждый день определенное количество этих аминокислот. То есть аминокислоты содержатся в белке, поэтому, когда в растительном белке идет нехватка аминокислот, это лизин, в основном, не хватает его. И таким образом человек недополучает этих аминокислот. К чему это может привести? Это может привести к дисбалансу. В любом случае, все в организме стремится к равновесию, баланс, гомеостаз, постоянство внутренней среды. Если мы постоянно не употребляем какой-либо элемент, то происходит сбой в организме. Поэтому от мяса можно отказаться, но опять же, здесь надо тогда кушать творог, кушать рыбу. Если мы вообще будем отказываться от животного белка, то... Последствия могут быть непредсказуемыми. Во-первых, организм, коллагена не хватает в организме, человек начинает быстрее стреть. Может быть, ты замечал, вегетарианцы, они все как бы такие сухие, да, и они очень быстро, у них появляются морщины на лице, потому что идет нехватка коллагена конкретная. Потом нехватка витамина D. Витамин D содержится в молочных продуктах, это арахит, это разрушение костей. То есть, секуация в организме тоже не усваивается. Да, действительно, больше минус, чем плюс получается. Поэтому, как бы, да, вегетарианство это уже такое... Ну, я, например, не советую людям вообще... То есть, это не здоровый образ жизни, да? Это не здоровый образ жизни. А Роман Васильевич, у нас вегетарианство понижает, повышает иммунитет. Что вообще относительно? Вот, в принципе, о питании сказали, в целом на организм как воздействует? Отсутствие мяса. Потому что очень многие действительно сейчас придерживаются такого питания. Ну, вы знаете, я в основном таки соглашусь, в принципе, с точки зрения, то есть, нужно не допускать дефицита незаменимых аминокислот, которые содержатся в животных продуктах. Это раз. Два. Ну, если у человека получается, взрослого, уже здорового человека, получается обходиться каким-то образом без мяса и рыбы, ну что ж, за что-то идёт конкретный результат. Это уникальный случай, да? Хорошо. Но это бывает нечасто. Вот. А что касается, единственное, что можно сказать, точно положительную сторону вегетарианства, то есть, это не так затратно пищеварительные процессы для переваривания зелени, чем для переваривания мяса, которые сам по себе. То есть, человек после мясного, сытного обеда, он хочет где-нибудь прикорнуть в уголке. Да-да-да, много энергии уходит, да? Много энергии уходит. У вегетарианцев этой проблемы нет. То есть, у них меньше проблемы с изжогами, с кислотным балансом и так далее. Если им удаётся этим ограничиваться. Но в любом случае, для растущего организма, то есть, для детей, для кормящих мам и для людей пожилых, строгое вегетарианство, наверное, неприемлемо. Противопоказано. Алексей, как вы... Ну, я бы так не сказал точно, противопоказано. То есть, не показывано. Но, как бы, очень надо с этим осторожно, да. Алексей, когда-нибудь придерживались этой философии и считаете ли вегетарианство совместимым со здоровым образом жизни? Что для вас? Это, может быть, знакомые ваши друзья? Знакомые друзья в движении есть даже сыроеды, хардлайнеры, так называемые. Я придерживаюсь мнения Всемирной организации здравоохранения. То есть, совсем недавно Всемирная организация здравоохранения признала вегетарианцев болезнью. Да, была такая недавно новость. Ну, на самом деле... Более того, связаны с психикой болезни. Да, да, да. С психическим заболеванием. Ну, я так и считаю, но всё равно. У меня был опыт постов. Ну, допустим, вот есть религиозные, церковные посты. Да, как раз сейчас грядёт пост. Да, на самом деле посты придумала, конечно, не церковь, а сама природа. К примеру, мы живём в таком умеренном климате и потребляем мясо. То есть, иногда нужно организм расшлаковывать. То есть, употреблять, к примеру, овощи и клетчатку, чтобы всё выходило и человек был максимально здоровым. То есть, надо иногда очищать организм. А к вегетарианцам у меня отношение толерантное. То есть, толерантное. Действительно ли временный отказ от мяса полезен для организма? Да, на самом деле временный отказ, особенно это полезно в те моменты, когда у нас очень много появляется различных фруктов и овощей в рационе. То есть, достаточное количество витаминов. Это летняя, весна, лето, осень. Наверное, больше лета даже. Потому что, а уже к зимнему времени мясо стоит кушать, потому что всё-таки дефицит ещё, я хотела сказать, что дефицит витамина В12 у людей, которые не употребляют животную пищу. А это, как бы, прежде всего ведёт к расстройству нервной системы нашего организма. А, то есть, вегетарианцы действительно что-то есть. Всемирная организация здравоохранения не так уж и не права, получается. Конечно, да. Армана Васильевна, скажите, пожалуйста, вот генно-модифицированные организмы, как влияют в общем целом на организм? Стоит ли обращать внимание на этикетки? То, что обращать внимание стоит, это в любом случае. То, что на это обратили внимание уже мировая общественность, нельзя просто от этого отмахнуться. А что, к чему это приводит точно, пока сказать нельзя, потому что прошло слишком мало лет, как изобрели и вошли в широкую практику, в широкое употребление генно-модифицированные продукты. Но, наверное, нужно относиться с максимальной осторожностью к этому. И стараться, то есть, достаточно можно выращивать и вырабатывать нормальных продуктов, генно-немодифицированных, для того, чтобы удовлетворить потребность. Поэтому, наверное, нужно относиться максимально остороженно. Вот обращаете ли внимание вы, Алексей, на этикетки, когда ГМО? Конечно, конечно, я считаю вообще это ГМО, оружие массового геноцида. То есть, я против категорически генно-модифицированных продуктов. Но здоровый образ жизни – это не только питание, но еще и физические упражнения. Вот, Алексей, вы за здоровый образ жизни. Что еще включает, кроме питания? Кроме питания, да, естественно, занятия спортом. Спорт, точнее, не спорта, а физкультура. Допустим, я пока хожу в зал, занимаюсь дзюдо и боксом. Но, на самом деле, все должно быть в меру. То есть, если заниматься спортом на профессиональном уровне, можно, в принципе, остаться инвалидом. Если заниматься, как мы, физкультурой, умеренно, не умеренным пьянством, а умеренно отдыхать с друзьями, делать массовые зарядки, просто развлекаться весело, без алкоголя и наркотиков, без особых затрат. Просто, знаете, многие сетуют, что, если по статистике 80% граждан Украины не хватает времени и денег на спорт. Но есть такое амбивалентное чувство просто у меня возникает. Но хватает денег на сигареты? На сигареты тратится больше, чем на молоко и хлеб. То есть, оксимурон такой получается, например. Действительно, да, многие говорят о том, что не хватает времени на спорт. А большую информацию о собственном здоровье вы найдете в наших социальных группах ВКонтакте и Фейсбуке. Здравствуйте, программа о здоровье. Заходите, консультируйтесь. Очень много интересного там. Смотрите наши эфиры. Роман Васильевич, скажите, пожалуйста, вот как соблюсти меру в занятиях спортом, в физкультурой, скажем так? Действительно ли обязательно это нужно делать для того, чтобы чувствовать себя хорошо? Действительно, смотрите, как было раньше. Помните старую поговорку, кто хорошо работает, тот хорошо ест? Но она пришла очень уж издавна, со старых времен. О чем она так говорила? Люди раньше работали гораздо больше. Не было центрального отопления, было холоднее. То есть, человек должен был совершать большое количество физической работы и, как правило, в холодных в том числе условиях. То есть, энергозатраты были больше, чем у нынешнего человека, ну, в несколько раз. А пища, которую мы потребляем, более энергоемкая по сравнению с тем, что потребляли раньше, тоже в несколько раз. Возникает диссонанс. Мы имеем энергии в несколько раз больше, а энергозатраты в несколько раз меньше. Да, и к тому же пищи мы сейчас не ограничены же, да? Если раньше мяса не было, то сейчас достать. И вот, допустим, диетолог говорит, нужно потреблять петрушку для того, чтобы компенсировать, к примеру, кальций. К примеру, да? Вопрос. Если человек раньше вспахал пару гектаров с коньячкой, а не на тракторе, то съест он столько, что кальций он восполнит? Нет, конечно. Ну, к примеру, петрушки в составе чего там, с мясом и так далее, к примеру. А вот если он посидел в студии и побеседовал с посетителями, то съест он две веточки петрушки. Сколько нужно съесть петрушки, чтобы восполнить дневную норму кальция? Я вас уверяю, столько съесть для нормального человека, ведущего цивилизованный образ жизни в городе, невозможно. Невозможно, да. И чтобы, с одной стороны, повысить энергозатраты, скажем, обмен веществ, для того, чтобы прокачать легкие сердца и дать им нормальную нагрузку, сделать гимнастику сосудов и обеспечить себе необходимость потребления питательных веществ, чтобы что-то съесть. Чтобы захотеть съесть, да? Чтобы получить удовольствие, а чтобы получить оправдание удовольствия от еды, нужно большие энергозатраты. И когда говорят три раза в неделю, там, по 20 минут, ну, это чушь полная. То есть хотя бы там 45 минут в день, причем, ну, как бы критерий того, что если нормальная температура в помещении, то футболка должна быть полностью мокрой. Вот тогда это что-то. А в противном случае это просто самообман, самоунушение. То есть это обязательно вот для здоровья, это обязательно спорт. Но также есть обратная сторона медали, невозможно не коснуться, орторексия, зависимость от здорового образа жизни. Стив Бреттмен первый столкнулся с ней, вплоть до того, уже, значит, привела она ему к нервному. Его к нервному истощению, к моральному истощению. И даже такие были детали, что сколько раз жевать продукт уже было предусмотрено. Расскажите, как не попасть в ловушку орторексии? Ну, как не попасть в ловушку? Во-первых, все должно, опять же, все должно быть в миру. Что за напт, это на здраво, как говорится. Поэтому в любом случае надо соблюдать определенный режим в питании, режим в спорте. И самое главное всегда понимать, что вообще человек употребляет пищу не для того, чтобы насладиться ей, а для того, чтобы получить энергию и полноценно жить. То есть для морального, конечно, удовлетворения и для физического, для затраты полноценных своих. Если человек начинает, опять же, еду использовать в основном как источник какого-то удовольствия, то, конечно, начинаются отсюда все проблемы. Также спорт. Если человек начинает использовать спорт как источник своего удовольствия, как наркотическая зависимость, начинаются проблемы, начинаются травмы. Организм, дефицит большой элементов питательных происходит, потому что через когда вместе с потом, с нагрузкой выходит очень много полезных элементов из нашего организма. Обезвоживается наш организм. И для того, чтобы пополнить затраты эти, надо тоже, опять же, есть как бы еды и много, а много еды не съешь, потому что на тебя не влезет. Но упадет другой процесс. Поэтому в любом случае надо соблюдать, как бы каждый человек должен, во-первых, здоровый сон, это самое главное должно быть у человека. Во-вторых, это физическая нагрузка и здоровый образ жизни, то есть питание. Вот это вот основное. Да, три основных критерия, которые вообще должны всегда быть. Роман Васильевич, вы за здоровый образ жизни все-таки или он может привести к каким-то нарушениям, если злоупотреблять, скажем так, вот потреблением правильных продуктов? Вопрос звучит парадоксом. Здоровый образ жизни к нарушениям не приведет. А вот как девушки, скажем, молодые часто худеют, потом это приводит к анорексии и отказу от пищи, потом к ахексии, просто Освенцим и Бухенвальд и иногда приводит к питанию. То есть все хорошо в мире, то есть было, в принципе, озвучено. Здоровый образ жизни, но что-то в этом есть, знаете, когда вот культуристы там и там суперздоровые, это уже культ тела, самолюбование, какого-то тщеславия и так далее. Помните, как в фильме «Адвокодьявол»? Да, тщеславие – мой любимый порог, да? То есть вот это уже люди, какой-то элемент самолюбования. Перфекционизм в какой-то степени. Да, и ничему хорошему это не надо понимать, что нам тело просто как машина, на которой мы ездим. Вот мы на ней ездим, должны за ней ухаживать, смазывать, чтобы она работала должным образом. Но есть какая-то миссия в жизни, которую нужно еще делать. То есть в культ не стоит это превращать, тогда будет все в порядке. А сейчас у нас есть небольшой материал о тех людях, которые так же, как и Алексей, вот и как присутствующие здесь, уже стали практически воплощать, не только сами воплощать, но и вовлекать других в философию здорового образа жизни. Мы благодарим Екатерину и Алексея и, пожалуйста, смотрим сюжет. На зарядку становись. Более 30 человек устроили массовую разминку на главной площади Донецка. В рамках проекта «Здорово». 9 марта на набережной массовая пробежка. Там тоже будут люди, специально обученные тренера, которые будут стоять на пунктах и объяснять различные интересные вещи, связанные с ведением здорового образа жизни в целом. И после этого планируется провести силовую тренировку, воркаут, совместно с воркаут Донецк. Это будет на специальном поле, это будет 16 марта. После этого будет школа, школа по знанию своих возможностей. Далее школа по сну и по тайм-менеджменту. Как правильно планировать свое время и как правильно, в принципе, когда ложиться спать, когда просыпаться. А также будут тематические квесты. Участвуют в зарядке в основном молодежь от 16 до 35 лет. Но есть и исключения. Самая старшая участница 54 года. Галину Кузьминичну сюда привел сын. Поклонница здорового образа жизни хочет зарядиться новыми впечатлениями и положительными эмоциями. Коклонница назад в молодость, наверное, когда был таким же молодым, как и эти ребята, я смотрю. Почувствовать себя молодым и вернуться в жизнь нормально, опять в струю жизни. Участников искали через социальные сети, сайты и СМИ. Планировалось более ста человек, но пришло меньше. Зарядка только начала проекта, рассчитанного на семь месяцев, рассказывают организаторы. Идея такого проекта возникла на таборе «Лидер». Это всеукраинский лагерь, проводит его в фундации региональных инициатив. Образовательные сессии проводятся. И там, собственно, решили провести масштабный проект всеукраинский. Но изначально решили сделать так, чтобы он стартовал в Донецке. Несколько месяцев здесь пройдет, после этого перейдет на всеукраинский уровень. Приобщает молодежь к здоровому образу жизни фитнес-инструктор Екатерина. Девушка уверена, что спорт – это модно. Думаю, людям понравилось, было весело, думаю, мы хорошо разогрелись. Это, ну, я думаю, прекрасно встретить, вот так начать день. Да, я думаю, мы зародились положительными эмоциями, позитивом. Смех и улыбки продлевают жизнь. Стать участником массового мероприятия могли все желающие. Но ряды активистов так и не пополнились. Хотя и участники, и зрители считают, что здоровый образ жизни – это круто. Недавно вот я занялся спортом, в принципе, бросил курить, пить. Вот, решил вести здоровый образ жизни, чтобы быть сильным, здоровым. Это занятия спортом, отказ от курения, от алкоголя. Это рациональное питание, ну и психологическая гигиена в первую очередь. Положительно. Ну, потому что, ну, как бы, такие массовые мероприятия прогондируют здоровый образ жизни. Вполне положительно. Надо людей к спорту подтягивать. Хотя бы для того, чтобы его дети были здоровые. Хотя бы для того, чтобы сама нация, сама Украина была здоровая в целом. И могла функционировать, существовать. И, ну, лично моя цель, да, ведение здорового образа жизни. Я хочу жить в хорошей, нормальной стране, где люди учатся думать, собственно, головой и принимают собственные решения, а не те решения, которые им навязывают. Собственно, здоровый образ жизни этому помогает. В Международный женский день мы говорим о здоровом образе жизни. У нас в студии новые гости. Это Алексей Кудрявцев, организатор проекта «Здорово», да? И также Полина Шевченко, соорганизатор проекта «Здорово». Она отвечает за связи с общественностью. Скажите, пожалуйста, почему возникла идея такого проекта? Давно ли говорили о том, что вот в лагере лидер возникла? Вот как-то сами вы себя соотносите? Можете, как вы считаете, вот действительно идти в массу уже с здоровым образом жизни? С идеей здорового образа жизни? Да. Идея возникла достаточно давно. И я сам, в принципе, веду здоровый образ жизни. Занимаюсь спортом, читаю различные книги, сижу на диете определенной. И возникла такая идея пропагандировать здоровый образ жизни массы. Почему? Многие считают, что здоровый образ жизни – это просто отказ от курения, отказ от алкоголя, отказ от наркотиков. Также, возможно, какие-то физические упражнения и питание. Но на самом деле здоровый образ жизни – это намного больше. Включают в себя еще и различные психологические моменты. То есть, как говорили в репортаже, психологическая диета, гигиена. Также здоровый образ жизни включает в себя здоровый сон, здоровый образ жизни включает в себя различные духовные практики, а именно медитации, занятия йогой, например. И, собственно, мы хотели это людям показать, донести в виде различных вот таких вот массовых акций, типа зарядки, пробежки. Также планируется провести различные школы, тематические квесты и походы. В этом запланировано, да, или в различной тематике многое. Согласны ли вы с тем, Роман Васильевич, что медитация также необходима для полноценной жизни? Или пока у нас еще люди некоторые, кто не дозрел, может быть, до медитации? Понимаете, список можно расширить и до 80 пунктов. Но давайте не требовать от людей больше, чем они реально могут. На практике это нереально. То есть на практике человек не может, не все цезари. Заниматься 20 делами одновременно люди не могут. Если он будет утром заниматься только медитациями, потом здоровым питанием, пробежкой, это уже культ. Люди, как правило, имеют семью, работу. Давайте не отягощать их чрезмерно. Как правило, это нереально. Что касается отказа от курения, поверьте, это очень немало. К примеру, главный кардиолог Украины Сиренко сказал, что есть препараты, которые снижают смертность от инфаркта миокарда на 30%, есть даже на 40%. Но есть одно средство, которое снижает в половину вероятность смерти от инфаркта. Это отказ от курения. Бросить курить, да. Поэтому бросить курение, это немало. На практике люди, занимающиеся более-менее здоровыми, то есть реальные люди, которые где-то работают, имеют семью, детей, к примеру, занимаются йогой. Если он занимается йогой, он постарается похудеть, чтобы сало потом не давило на колени. При поднятии позы лотоса, к примеру. Или если он бегает, он вынужден бросить курить, потому что одышка, знаете. То есть все равно, если занимается человек упорно чем-то одним, это наложит отпечаток на все другие аспекты его жизни. Но заниматься всем в разной мере 20 аспектами здорового образа жизни, как правило, нереально. Но вы по очереди. Как реагирует общественность на то, что если вы связи с общественностью... Очень позитивно. На самом деле сейчас больше реагируют, наверное, телеканалы, потому что для Украины в какой-то мере это уникальный проект. В конце концов, в 7 месяцев. Это ново, во всяком случае. Да, это действительно ново. Да, проводятся периодически зарядки на главных площадях города, но никто не занимается этим более чем несколько месяцев. У нас проект растянут на 7 месяцев. И чтобы люди могли попробовать, возможно, выработать какие-то полезные для себя привычки, узнать, что им ближе. Бех или медитация, например. То есть все попробовать. Да. А что именно включает, в каком порядке будет, Алексей, скажите, пожалуйста. Смотрите, первый цикл – это познание своих возможностей. То есть первая акция была зарядка, следующая будет пробежка массовая, также силовые упражнения воркаут после этого. Затем будет школа. Школа под названием «Познание своих возможностей». Люди смогут, в принципе, посмотреть различные статьи, видео о том, что существуют различные люди, физически ограниченные, например, но они добиваются невероятных успехов. То есть могут открыть себе возможности. Да, цель этой школы – просто замотивировать каждого действовать, меняться и вести правильный и здоровый образ жизни. А следующая школа – это будет школа по тайм-менеджменту и по сну. То есть как правильно планировать свое время и когда лучше засыпать, когда лучше просыпаться. Когда же лучше засыпать, вот скажите, Полина. Вы, наверное, знаете, уже хотя бы вкратце проинформируете. Этой школы еще не было, поэтому я не общалась со специалистами. Но наиболее комфортное для меня время для того, чтобы пойти спать, это 10 вечера. Тогда я без проблем стою в 4 утра и у меня огромное количество энергии. Я могу сделать больше дел, чем если пойду спать в 12 и встану в 8. Я не чувствую себя разбитой. И какой же правильный, вот если тоже коротко сказать, вот вкратце, правильный режим дня? Вот Аюрведа придерживается того, что нужно в 2 часа, в 3 часа ночи вставать и так далее. А на самом деле, вот если вкратце... Вы знаете, на практике, если мы берем конкретного живого человека, то нужно все-таки считаться, что есть совы и есть жаворонки. На самом деле и совы, это люди, у которых где-то сбиты циркадные ритмы, это в зависимости от солнца. По идее, человек должен вставать с рассветом. На самом деле и сову можно сделать жаворонка. Но это требует определенных усилий и каких-то там изменений. Вот, поэтому если у человека по-другому не получается, у него есть свой ритм и пусть он в нем наиболее комфортным существует. И какие же еще разделы? Вот продолжите, очень интересно. Следующий раздел у нас называется цикл питания. В этом цикле, ну тоже сначала обычные зарядки массовые, то есть, чтобы привлечь народ. А после этого будут школы, школы по питанию. У нас будут выступать специалисты, пищевые технологи. А также ребята с различных течений и викторианцы, и сыроеды. То есть, люди смогут на практике пообщаться с этими людьми, как они выглядят, видеть, задать какие-то интересующие вопросы и сами для себя выбрать, нужно им это или нет. А следующая школа, это будет информационная диета. То есть, как, в принципе, лучше фильтровать информацию, которую мы получаем извне, из интернета. Действительно, сейчас очень много информации приходит, буквально противоречивая. В одном продукте говорят, хорошо, тут же плохо и так далее. Да, и в общем, на этой школе будет показана определенная методика, как это сделать. После каждой школы планируется проводить квесты тематические, посвященные теме этой школы. Чтобы люди смогли укрепить и получить еще новые знания конкретно по этой теме. Квесты тематические, что-то будут искать, викторины. Да, в центре города люди будут от одного пункта бегать к другому, отвечать на различные вопросы, выполнять определенные действия. И вот в таком формате все это проходить. Какой возраст основной, расскажите, ожидаете участников? Ожидаем. Целевая аудитория, это, конечно, молодежь, потому что мы представители молодежной организации. Но мы абсолютно открыты для любых возрастов. Например, на зарядке, которую вы показывали только что, была женщина, которая была 54 года, и была девочка, которая была 6 лет. То есть разброс достаточно большой, и на пробежку нам обещают привезти бабушку, которая за 70. И мы будем рады ей. Да, у нас в Донецке есть действительно клуб, который бегуннов стайр, где действительно занимаются, бегают очень многие пожилые люди. Роман Васильевич, скажите, к какому возрасту вот наиболее необходим такой проект? Здорово, на ваш взгляд. Именно этот проект? Да, да, да. Вот такого плана проекта. Не будем говорить конкретно, но на правильный настор. Это можно видеть на площади. Кто приходит, тому и более полезен. Приходит молодежь, значит, для них это и полезно. Они больше любят потусоваться, так сказать, более демонстративно чем-то заниматься, вовлекаться в какие-то общественные движения. Ну, наверное, для них это и рассчитано, им наиболее успех. Но если кто-то подойдет из других, то хуже не будет, как говорится. Какого эффекта надеетесь добиться? Скольких оздоровить? Может быть, дальнейшие планы относительно международного распространения в другие государства? Или есть уже такой опыт? Да, ну смотрите. В общем, как я уже и говорил, что проект сначала стартует в городе Донецк, после этого переходит на всеукраинский уровень. То есть, если хотя бы в каждом областном центре будут такие подобные мероприятия, это уже хорошо. Также у нас есть опыт. Вот Дмитрий Дят, который координатор всеукраинского проекта, он ездил в Германию, там у них был съезд, проект Healthy Lifestyle. Это международный проект, тоже посвященный здоровому образу жизни. И, собственно, уже там какие-то есть ниточки по партнерству. То есть уже намечаются. Хотелось бы, естественно, вывести его на более высокий, на международный уровень. И хотелось бы, чтобы на каждую акцию приходило как минимум 100-150 человек, чтобы люди начали вести здоровый образ жизни, начали заниматься спортом, бросать курить, пить. Также читали различную литературу полезную. И, собственно, начинали мыслить критически. Роман Васильевич, вот есть четыре составляющих здорового образа жизни. Это диета, во-первых. Во-вторых, спорт, отказ от вредных привычек и своевременная диагностика. Какой бы составляющей Вы отдали бы предпочтения или в равной степени они важны? Ну, по поводу диеты и отказа от вредных привычек я уже анонсировал. Это очень важно. И о отказе от курения я говорил. Но, с другой стороны, человек, который бегает или занимается каким-то более серьезной физкультурой, он не сможет не отказаться. Или почти не сможет. Есть, конечно, уникумы, которые умудряются бегать и курить, но это скорее исключение, чем правило. Поэтому основное – это занятие физкультурой и нормальное медицинское обследование и коррекция. А что касается чему отдать предпочтение, ну, это все равно как выбирать, на какой ноге предпочитаете ходить – на левой или на правой. Обычно удобно на двоих. Ну, как бы, поэтому где-то так. Вот мы говорим о своевременной диагностике. Есть ли у Вас в практике такие случаи, когда люди пренебрегают? Я знаю, что у нас менталитет такой диагностикой своевременной. Есть ли такие случаи? Да-да-да. Вот на сколько большой процент сталкиваетесь? Я сказал бы так, что есть случаи, когда они ей занимаются. Но практически это эксклюзив. Людей, которые… Ну, появилась сейчас какая-то прослойка людей, молодых, которые приходят и говорят, что мы бы, наш центр, который приходит и говорит, мы бы хотели обследоваться профилактически и узнать, какие нам нужны коррекции в плане нашего здоровья. Ну, у врачей, у меня, в частности, наступает небольшой шок так на минуту, потому что у нас, как правило, человек приходит в больницу тогда, когда уже прошел там бабушек, рекомендации соседей там, ну и так далее, и так далее. И когда там уже полная катастрофа, то есть это уже терапия отчаяния, скажем, уже поход к врачу. Вот, поэтому говорить о том, что у нас кто-то занимается регулярно должным образом обследованием, ну, наверное, это явно преувеличение. Но, тем не менее, заниматься этим стоит. Были ли какие-то более благополучные времена? Может, советское время как-то диагностировалось? Может, стоит с предприятий направлять? Есть ли какой-то механизм? Или это просто самосознание человека? Вы знаете, даже банальные профосмотры, к которым люди относятся очень скептически, при нормальном, адекватном отношении, а не формальной записи в книжке, они выявляют часто очень интересные вещи. Есть такое понятие, как общеклинический скрининг в медицине. То есть, независимо от того, человек пришел, ударил коленку, или у него болит голова, или у него расстройство ЖКТ, есть общеклинический скрининг, то есть общий анализ крови, биохимия и так далее, которые выявляют... То есть, иногда возникают новости. Не иногда, как правило. Всегда что-то интересное выявляется. То, что не может быть исправлено диетой только или здоровым образом жизни. То есть, если у человека спит, то лечить его обливаниями мы не будем. Правда? Конечно, действительно. Скажите, вот своевременная диагностика входит ли в ваш, так сказать, режим, в ваш образ жизни? В мой образ жизни? Но я сейчас учусь в университете, и у нас обязательно в раз в год необходимо пройти медосмотр, без которого аксессии не допустят. Там действительно, конечно. Да, поэтому хочешь, не хочешь, но осмотр у нас есть. В дальнейшем, да, тоже планирую продолжать, потому что приятно знать, что у тебя все хорошо, или останавливать болезнь на каких-то ранних стадиях. А вы, Алексей, вот что советуете друзьям по поводу посещения больницы? Казалось бы, не очень здорово, но тем не менее нужно, наверное. Ну, знаете, не очень здорово, это еще спорный вопрос, в принципе. Но я считаю, что да, действительно посещать, просто хотя бы ради того, чтобы провести какую-то диагностику. Действительно, вдруг у тебя какая-то ранняя стадия рака или еще чего-нибудь, а ты об этом не знаешь. Ну, например. Ну, да-да-да, пусть это страшно, но тем не менее, вовремя выявить, и уже, так сказать, будет все-таки больше шансов спасти жизнь и быть здоровым впоследствии. Ну, у нас осталось совсем немного времени, буквально по фразе. Каждый вот за здоровый образ жизни, Алексей, пожалуйста, что-то пожелайте телезрителям и телезрительницам нашим. Да, занимайтесь здоровым образом жизни, видите активный образ жизни, также развивайтесь и чаще улыбайтесь. Роман Васильевич, тоже, пожалуйста. Мы тогда продолжим предыдущие мысли. Ходите на двух ногах. Начните с физкультуры и с регулярного медицинского обследования, контроля за своим организмом. И физкультуру не обманывайте себя, не покупайте домой тренажеры, потому что, когда есть холодильник и телевизор рядом и с диваном мягким, мало кто будет над собой измываться до седьмого пота. Поэтому идите в клубы, в компании, хотя бы там, которые играют в футбол или просто в тренажерный зал, и регулярное медицинское обследование. Пока этого достаточно, остальное предложится. И Полина, пожалуйста. Ну, я бы советовала найти то, что нравится, и то, что человек действительно будет любить. Потому что сложно бегать, если ты ненавидишь бегать. Это главное. Будьте здоровы и счастливы. Особенное пожелание наше сегодня женщинам. Следующая тема программы – это здоровье и весна. Мы рассмотрим авитаминоз, пост, то, чего сегодня мы уже касались, а также психические отклонения, обострение психических заболеваний. Спасибо всем гостям. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok